Всем привет! С вами я, Катя Некречи, и это еженедельный блог-дайджест «Важное и с Крымом». Теперь, внимание, важное объявление, для того, чтобы я смогла снять маску, отодвиньтесь от экрана, на котором вы смотрите этот влог на метр-полтора. Спасибо! Теперь снимаю маску. И все, я готова вам рассказать об очень интересных темах, которые звучали в эфирах радио Крымреалии за эту неделю. Поехали! Россиян убедительно просят не ехать в Крым. Российский глава полуострова Сергей Аксенов уже два видеообращения записал об этом и на самом деле напомнил, что приезжающие, все приезжающие в Крым должны придерживаться режима самоизоляции. Ну вот на заседании оперативного штаба Аксенов анонсировал такую проверку тех, кто приезжает на полуостров, и вот буквально его цитата поехали шерстить по полной программе вообще без всякой пощады. Ну вот такие заявления. Тем временем в управлении Роспотребнадзора по анонсированному Крыму и Севастополю подтверждают, что туристический поток по Керческому мосту перед Пасхой действительно вырос на минуточку на 40%. В деталях разбирались мои коллеги в эфире радио Крымреалии. В Крыму весна, почему бы не поехать? Люди едут, наверное, увеличиваются. Это и следует ожидать и на майские праздники, и дальше, ну что как бы... Ну смотрите, если люди командировочные, то все нормально. То есть режим для командировочных, он оставался рабочим, то есть в селяре. То, что касается гостиницы, которые должны быть закрыты до 1 июня, там да. Там не последовательно. Мы и разрешили работать, почему не знаю. А вот как бы, ну вроде они сейчас соблюдаются. Мы давали предложение, что если отель подтверждает, что он соблюдает все меры Санэпик, и то, что он готов в случае, так сказать, наличия, у нас обнаружения у него среди туристов, значит, кого-то на подозрения, а вот именно контактер, он готов уходить, так сказать, на изоляцию, на самоизоляцию, скажем так, самого персонала. И не имеющихся там туристов и при этих условиях их там селить, и причем селить не меньше, чем на 14 дней. То есть, как бы такой фильтр устроить, в принципе, можно было, это мы еще в марте предлагали. Потому что люди-то все равно и едут, а если их не езжать под контролем, то в обходе термоконтроль там с анкетами, с анализами, значит, то если в артериях они могут поселяться с термоконтроля, с повышенной СНП безопасности и прочее, то они боялись, если их не под контролем брать, они распосудятся просто по частным секторам. И потом не выводят ни контактов, ни кто чего, сколько был, сколько уехал. А закрытие Крыма нереально, потому что закрытие региона – это вопрос федерального уровня. И если говорить о режиме ЧАЭС, реальном ЧАЭС, не то, что мы сейчас готовы, а ЧАЭС, то там, по положению, может ввести глава субъекта режим ЧАЭС. Но это другой совсем аргумент. Рассказатель – это ответственность государства сразу на себя, и в том числе компенсация всего ущерба. Де юра или де факто? То есть, если говорить де юра, то, наверное, нет, потому что уже в начале апреля многие регионы пытались перекрыть дороги, закрыть въезд и Чечня, и Краснодарский край. В общем-то, премьер-министр Мишустин их отернул, сказал, что это, в общем-то, дело федерального центра, это вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, по сути, регионы не имеет таких полномочий. Но мы же знаем, что в условиях выстроенной сверхцентрализации и вертикали власти все решения регионалы так или иначе согласуют с полпредами и с федеральным центром. Поэтому здесь вот важен какой момент фактически? И фактический момент заключается в том, что власти в условиях пандемии, особенно региональные власти, не имея должных полномочий или требуемых полномочий, или необходимых им полномочий, они пытаются решить проблему за счет высказываний простых. То есть, я сказал, вы делайте. И, в принципе, как мы видим, практика в Крыме такова, что, в общем-то, все им, но большей часть им верят. Понятно, что это не законно, может быть, но нарушает какие-то права, но с властью никто связываться не хочет. И, конечно же, там реалии пандемии в России, они требуют жестких мер властей и непопулярных решений. Как бы дихотомия такая получается, либо экономическая эффективность, либо социальная безопасность. Но эта проблема везде стоит, и в Крыму тоже остро. Но я думаю, что тут с властями никто предпочитет не связываться. В реальности, если у нас существует такая угроза, лучше, конечно, вот первое время изолировать регион, хоть это очень плачевно скажется на туристическом сезоне и вообще для всех граждан. Я думаю, что власти пойдут на более жесткое ограничение, может быть, и укоротят, то есть не сделают его каким-то... Может, увеличат, не знаю. Но я думаю, что они пойдут. А рациональность этого... Ну, как я понимаю, медицина, как и Российская Федерация, не готова соревноваться с коронавирусом. И они боятся, и поэтому пытаются самоизолироваться. Это единственный способ, как в данной ситуации бороться. Поэтому экономика туристического сектора в Крыму будет под вопросом в этот сезон обязательно. Меры будут обязательно тоже... Я думаю, тоже они ужесточат, безусловно. Интересный материал прочитал на сайте Крымреалии, а это, оказывается, расшифровка по мотивам эфира радио Крымреалии. Молитва под надзором. Как вам вообще формулировка этой фразы? Ну, в общем-то, остается только задаваться этим вопросом. Так под надзором молитва в Крыму или нет? Дело в том, что к административной ответственности на полуострове привлекли очередного имама. Зовут его Деливер Халилов, и его обвиняют в якобы незаконной миссионерской деятельности во время молитвы в мечети. Вот с начала 2020 года, это третий известный случай, да, о таком вот обвинении. В нашем эфире мы разбирали, что такое вообще миссионерская деятельность, почему такие обвинения выдвигают крымским имамам. Все это прозвучало в эфире радио Крымреалии, было довольно-таки интересно. Давайте послушаем фрагменты. Насколько мне известно, ваш подзащитный проводил богослужение в здании, которое зарегистрировано как мечеть, и приходили туда мусульмане, собственно, чтобы почитать намаз. И вот возникает вопрос, как тогда строилось обвинение против вашего подзащитного имама Расима Дервишева? То помещение, в котором они проводили намаз, день, когда вот сотрудники прокуратуры пришли с проверкой, по документации это жилое здание, то есть это жилой дом, целевое назначение, которое должно быть использовано под жилой дом. То есть это не мечеть, оно не оформлено как мечеть, а оформлено как жилой дом. Но дело не в том, что они там проводили религиозный обряд в помещении, которое не предназначено. Дело в том, что в российском законодательстве, если это не миссионерская деятельность, то есть если у человека нет умысла на проведение миссионерской деятельности, то нет никаких ограничений и нет никаких условий проводить религиозный обряд, там намаз, например, или еще какой-то другой религиозный обряд именно в помещении, которое предназначено, ну то есть в культовом здании. Там нет никаких ограничений. Это может быть любое здание. На мой взгляд, тот материал, который был в отношении Дервишева, он был просто абсолютно сырой. У них в доказательной базе, как они считали, что это доказательство, было пятисекундное видео, из которого был сделан скриншот одной фотографии, то есть была сделана одна фотография, где изображен Расим Дервишев, он сидит лицом к нескольким, так скажем, таким же мусульманам, как он, в сидячем положении. Вот это вся доказательная база, которая потом уже была подкреплена пояснениями специалистов в области религиоведения. То есть было три специалиста приглашено, это опять же было по инициативе защиты, потому что изначально, я думаю, задумка была какая, считая, что Расим Дервишев испугается и под каким-либо прессингом он признает свою вину, и на этом все закончится. И свидетели, ни один из свидетелей не сказал, что он именно призывал людей исповедовать религию и ислам, и в числе тех сидевших с ним, свидетелей, ни один из них не состоял в другой конфессии и не исповедовал другую религию. Потому что сама миссионерская деятельность, она, в принципе, предполагает привлечение или вовлечение людей других конфессий, другой религии, в ту или иную религию. Воложке 3 апреля прокуратура возбудила аналогичное административное дело в отношении имама Юсуфа Аширова. Через две недели, 15 апреля, прокуратуру Советского района Крыма для дачи объяснений вызвали имама Делевера Халилова. И с нами на связи адвокат имама Делевера Халилова Эмиль Курбединов. Федеральный закон России четко определяет, что такое миссионерская деятельность. Это привлечение и вовлечение другой конфессии лиц, другого вероисповедания, других течений и так далее. То есть это не этот случай, абсолютно не этот случай, когда мусульмане собрались на пятничную молитву и проводится вот такое пятничное богослужение, что делается уже на протяжении тысячелетий. И вообще исламу чуждо такое понятие, как миссионерская деятельность. Как говорил мой коллега Айдер Азаматов, есть определенные предпосылки и полагать, что это, конечно же, преследование по религиозному признаку. И это... Ну, я лично вижу, чьи уши здесь торчат, да, как говорится, в этих делах. Вот. И у меня есть тоже определенные мысли по поводу того, что, конечно же, этих людей преследуют только за то, что они отказались сотрудничать с государством, и они отказались включаться или входить в какие-то организации, которые государство считает правильными и действенными вот на территории Крыма, что вот они должны только монополизировать ислам и быть теми, кто представляет ислам вообще в Крыму. Эта модель очень старая, вот, она действует на территории Российской Федерации, и сейчас это прорабатывается в Крыму. Любой мусульманин, который имеет авторитет среди там, вот, населения где-то, он должен, значит, взять на себя определенные обязательства перед спецслужбами и входить в определенные структуры, которые спецслужбы считают для себя там, лояльными и правильными. В прокуратуре, конечно же, будут отбираться определенные объяснения и пояснения, а потом дело передадут в суд. И теперь уже мы знаем, что сегодня он будет обвиняться по двум административным статьям, и в суде будет решаться, то есть, виновен он, да, в этих административных правонарушениях или нет. Исходя из того, кто заказывает эту музыку, мы каких-то иллюзий не питаем, да, по поводу результата решений суда. Вы наверняка в курсе, что случилось 21 апреля. Напомню тем, кто не в курсе или расскажу. Цена на российскую нефть марки Уралс 21 апреля снизилась до уровня декабря 1998 года. И вот стоимость была такой, 8 долларов 48 центов за баррель. За день до этого стоимость на майские поставки американской нефти WTI упала ниже 0 долларов за баррель. Несколько подешевела и нефть маски Brent. Вот в Кремле уверяют, что в России готовы к таким потрясениям, что есть резервы якобы для минимизации негативных последствий низкой стоимости нефти. В нашем эфире очень интересном, познавательном для меня коллеги разбирались в этих вопросах. Причина следственных связей говорили, конечно же, может ли и как, точнее, даже повлияет стоимость нефти на российский бюджет, может ли быть какой-то кризис, что будет с экономикой и, в общем-то, все это отразится ли и как может отразиться на аннексированном полуострове. Давайте послушаем фрагмент. Все цены на нефть, которые сейчас наблюдаются, настолько низкие, что они практически обнулили поступление в федеральный бюджет, который платят экспортеры, и для некоторых экспортеров сделали экспорт, в общем-то, экономически невыгодным. Вот пройдет какое-то время, прежде чем соответственно это станет заметно, но текущие цены не позволяют ни федеральному бюджету заработать на экспорте нефти, ни экспортерам, потому что с учетом транспортных затрат, собственных издержек, платежей в бюджет, для большинства российских экспортеров сегодняшняя цена просто нерентабельна. Понятно, что никто не бросит заниматься экспортом, все надеются, что цены вырастут, но когда они вырастут, насколько вырастут, это большой вопрос. Второй фактор, через который все россияне почувствует то, что происходит на нефтяном рынке, это курс рубля. Вот сегодня Центральный Банк Российской Федерации тратит 225 миллионов долларов в день на поддержку рубля. Трудно сказать, как долго он будет продолжать такую практику, но опыт подсказывает, что бесконечно тратить резервы, конечные резервы, никто не будет. А как только Центральный Банк перестанет это делать, ну легко догадаться, что у рубля есть, как бы это политкорректнее выразиться, хороший потенциал для снижения. Достаточно хороший. Что может заставить и в Кремле, и в правительстве сказать о том, что да, есть проблема, и мы будем предпринимать экстренные меры? К сожалению, не в традициях российских монетарных властей комментировать и объяснять свои действия. Допустим, в Америке ФРС тщательно объясняет, что они делают, зачем, и что они будут делать в той или иной ситуации. У России такой традиции нет. Что касается резервов, то на коротком горизонте, подчеркну слово на коротком, резервы действительно довольно большие. Вот даже если завтра нефть будет стоить ноль, совсем ноль, года на полтора, если очень сильно экономить на два, резервов хватит. Но и только. Сам факт того, что секвестра бюджета пока нет, говорит о том, что российское руководство надеется, что цена на нефть отскочит. Вспомним, в 2008 году цена отскочила, в 2015 году цена отскочила, вот они надеются, что она отскочит снова. Но я напомню, что падение цен на нефть 1986 года, было еще во времена СССР, руководство СССР действовало точно так же. Тратило резервы и надеялось, что цена на нефть вырастет. Она выросла, но Советский Союз до этого не дожил, он развалился. Поэтому пройдет какое-то время, какое, к сожалению, невозможно спрогнозировать. Это, скорее всего, зависит от решения одного человека. и как только придет осознание, что цена на нефть за разумное время, по крайней мере, не хочет, скорее всего, мы увидим и секвестр бюджета, и ослабление рубля. А для простых граждан это означает одно, рост безработицы и снижение жизненного уровня. Потому что около трети потреб корзины среднего россиянина это импортные товары. И ослабление рубля автоматически увеличивает инфляцию и делает среднего россиянина несколько беднее. Может ли нынешняя ситуация отразиться как-то на дотациях для Крыма? И может ли она отразиться, например, на расходах российско-федеральной целевой программы для Крыма и Севастополя? Было бы удивительно, если бы не отразилось. Вот как только будет принято решение о том, что ждать отскока нефтяных цен смысла нет, тут же произойдет прям фронтальное сокращение всех госрасходов. Естественно, там все главы регионов будут лоббировать, чтобы именно их регион пострадал меньше. Есть даже такое условное выражение битва бульдогов под ковром. Но, как говорится, бога не обманешь, падение дохода федерального бюджета очень серьезное, и ну, никаким способом избежать сильного секвестра бюджета не удастся. Поэтому, мне кажется, что реалистично закладывать как минимум от 30 до 50 процентное сокращение бюджета. российское правительство и президент Путин старательно пытаются убедить, что все под их контролем и все в порядке. Но, вместе с тем, первый звонок, который я увидел в открытой прессе, о том, что начались закупки наступательного вооружения в Росгвардию, то есть, в частности, огнеметы шмей. Мы понимаем, что большинство россиян недовольны, что почти три четверти бюджета наполняется нефтью, и если не поступают нефтяные деньги, то в экономику России, в бюджет России не поступают, то полностью пропадает всякая возможность зарабатывать деньги и у остальных россиян. А это, в конечном итоге, вызывает недовольство, потому что еще там несколько недель карантина, которые вполне возможно продлятся, и людям уже перестанет что есть. В данном случае эффект холодильника будет превалирующим. Люди уже недовольны. Можно сказать, что ситуация в России все больше и больше накаляется, и это уже вопрос нескольких месяцев. Я думаю, что Россия весьма серьезно ощутит удар. Может быть меньше, чем от пандемии, больше все-таки оцен на мест, потому что восстановиться России в случае длительного падения будет почти невозможно. Такова природа добычи нефти в России, к сожалению или к счастью. Деоккупация Крыма, может это произойти или нет, это возможно произойдет, и скорее всего произойдет в тот момент, когда нынешняя власть перестанет быть властью, и кто-то на ее место придет. В этом случае да, но нынешняя власть никогда не отпустит Крым, чтобы не происходило, потому что в этом случае она перестанет быть властью, а сами для себя в голову или в ногу они стреляют на себя. Команда радио Крымреали работает для вас в любых условиях, на самом деле для того, чтобы вы были информированы, поэтому поддержите нас подпиской на нас в соцсетях, лайками, комментами, отправляйте в директ видео интересные публикации с нашего сайта, и конечно же слушайте радио Крымреали на 648 АМ. Спасибо за то, что были с нами, не забывайте о самоизоляции, и в общем-то если вам нужно выйти в магазин или куда-то еще прям очень сильно нужно, не забывайте о том, перчаточки, мойте руки, будьте здоровы, до встречи!